Музыка Так, знаете, я отстал от жизни, это вторая серия, кстати. Вот, и спросите вы меня сейчас, а я тут некого у меня спросить, в школьную программу 5, 6, 10, 11 классов ходят или нет? Значит, не просто физическая культура, а плавание вместе с нормативами. То есть, вот хочешь, не хочешь, километр проплыви, и пока не проплывешь, оценку не получишь, оценку не получишь, тебя просто к экзаменам не допустят. Нет у тебя справки, что у тебя нет рук-ног. А у нас, кстати, без руки и без ног инвалиды, у них своя, правда, классификация, но они умеют плавать, причем лучше многих, кто имеет эти руки и ноги. Вот, я возьму вот эту тему. Вот. Страшная вещь. Я уже как-то говорил, значит, хочу ее развить. Пирс, два с лишним метра высота до воды, по воде плывут уже первые льдинки, значит, температура ноль. Падает ребенок, кажется, шесть лет, и ему жить осталось несколько, сколько пробарахтается, секунд двадцать, тридцать. Люди кричат, люди звонят. Вот. Двенадцатилетний мальчик прыгает в воду, хватает этого ребенка, подтаскивают к пирсу. Взрослые, они тут не растерялись, связали шарфы и вытащили их. Вот. В воду не прыгнул никто. Это и есть наш уровень. Понимаете? Это наш уровень. Значит, тема, то, что первое, боятся люди ледяной воды. Боятся. Эта тема просто связана с плаванием. Знаете, я вроде бы морж, а тут как-то освободилось. Ну, то есть, казалось бы, меня-то чем напугаешь? Я до моржевания в детстве творил чудеса. Знали бы родители, до смерти бы выпороли. Нарис, козеро долгое, вечно холоднючее. Плавать не умел, взял уже этот самый, бревнышко. И ногами болты, как это, как будто у меня сзади моторчик. Как у Карлсона. Ногами болты, и переплыл же посередине. Когда я доплыл до той стороны, я лежал, наверное, целый час, не мог прийти в себя. Меня трясло. И что вы думаете? Я пошел в обход, оно здоровенное. И чуть-чуть согрелся, и поплыл обратно. Это от лени. Вот. Вот это желание испытать себя, оно было всю жизнь. Но оно не у всех. Большинство мужчин, особенно современное поколение, что выросло в памперсах, у них очень слабо развитые эти половые органы, половые железы. Эти железы не дают достаточного количества мужских гормонов, в результате чего у нас гениев все меньше, меньше, просто сильных мужчин все меньше, меньше, вы поняли. Вот. И теперь вспомните эту толпу на пирсе. Там десяток мужчин было, ни один не прыгнул в воду. Они не мужчины. А почему я это пример привел? Представьте себе, что да, я пробую, пробую, значит, вот уже все, уже нельзя, уже сердце, я уже прекращаю ходить в этот самый, клуб моржей. Но потом время от времени похватываю, господи, сколько мне жить осталось, да, остановится сердце, черт с ним. Вот. Ну, и какая-то тоска, толкает меня в ледяную воду прямо посреди зимы. Но это не каждому дано, ладно, не дано. Но я про себя, я не про других. А вот получилось так, что вода, обычная вода в бассейне. А тут бах, где-то пропадал этот самый, какой-то, как он называется, документ. Кто-то говорит, константинец, походи за меня, у меня изменились обстоятельства, а это уже оплачивано. Бесплатно, на, возьми, это, как называть, бумажку. Походи за меня. Я пошел в бассейне. Какая мне показалась холодная вода, а плескаются десятки, сотни мальчиков, взрослых. Бассейн-то чуть-то не круглосуточный работает. Боженький ты мой. Я морщ, и мне холодно в этой воде. Простой, которая, это, считается комфортной, почти. Может, немножко экономили то, что называется на рыбной энергоноситерах. Не так подогревали сильно. Вот. Ну, я хочу сказать, что, когда жизнь заставит, каждый ребенок пройдет через бассейн, каждый ребенок, это должно быть все, один из классов, но одиннадцатый класс решающий. километр проплыл без остановки, получая аттестат зрелости. Не проплыл ты никто. Да, из-за того, что не проплыл километр, ты не можешь быть этим. Считаться, что ты полноценный мужчина, пусть тебя будет по математике пятерки. Не проплыл километр, руки, ноги есть, есть, плыви. Проплывешь, получишь тогда аттестат зрелости. За то, что мы будем иметь? Мы будем, а вода, я говорю, в бассейне была довольно холодная, я до сих пор больше не хочу в бассейн ходить. Моржевание, это как бы стресс. Там переживаешь стресс, получаешь адреналин. Поэтому лезть в воду при нуля градусов, при минус 30, 25, а 0 градусов вода, это стресс, но это как бы это, как бы вспышка, это а просто плавать в холодной воде, даже в бассейне, который считается комфортным, никакого желания. За 10-11 лет дети должны это пройти. А теперь представьте, они плавают постоянно, регулярно, на уроках физкультуры, не говорю, что у каждого есть какие-то другие возможности, на уроках физкультуры, и это должно быть в каждой школе, а если школы нет, пусть эти отдают эти свои 25 и прочие метровые бассейны, а это уже олимпийская дистанция, олигархи поймут, сказать им, ребята, время такое, мы готовим будущих воинов, а представьте, воин, который на берегу, река 20 метров, ему приказано переплыть, а он на середине утонет, он оказывается, никто не учил его плавать. Вот так вот. Важнейший момент, я начал со стресса, когда показали, как взрослые оставили в беде шестилетнюю девочку, которая тонула, это показывали по центральному телевидению, я от себя ничего не удумаю. Вот, поэтому речь сейчас идет именно о том, что нам нужно, чтобы это было так, это же закалка расы, это физическое развитие, плавать, 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 не надо, вот, 45 минут, 5 минут на раздевание. Хорошо, если есть еще сауна, тоже неплохо, превращать к сауне это святое. 10 минут в сауне, еще 20 минут осталось на это самое, на то, чтобы плыть, плыть, никаких там этих упражнений, просто плыть, плыть, взрослый смотрит, чтобы не утонул, все. Плыть, 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 передохнул, плыть, 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 здоровье получил, закалку получил, еще раз говорю, то ли экономия, то ли нет, но мне показалось, что обычно бассейны довольно прохладненькие, я с детства в бассейн не ходил, вот, и дальше что, а дальше возможность идти в армию, действительно подготовлено, это часть должна быть, вот, хорошо, ладно, ты при кухне, а когда тебе брод переходить речку, ты утонул, и это тоже надо учитывать, а впереди всех ждет одна судьба, сейчас без армии ни один полноценный парень, который с руки, ноги уже не обойдется, вот, я беру крайний случай, но это надо, и вот, все ли я сказал про плавание, вот, нет, не все, было в свое время, это важный момент, и послушайте меня, да, система Порфирия Иванова, страна сошла с ума, несколько миллионов, ну, у нас тогда было 300 миллионов, миллионов 10-20, а это не меньше, потому что кругом люди выходили, обученные по этой методике, раздевались до купальника, до плавок, в крайнем случае до трусов, вот, выходили с третьего, пятого, десятого этажа, имея в руках, ведро с водой, часто выходили боссы, или хотя бы разувались потом, вот, поливали на себя воду, вдыхали холодный, морозный воздух, делали еще руками что-то там, пассы, и возвращались, потом все прошло, и вдруг мне сегодня, это как специально, чтобы я вот эту целую лекцию, а у них будет много, все это прочитал, рассказал, и так, женщина, у которой во время родов получила страшную травму, у нее половина лица, стала неподвижной, включая глаз, вот, как ее только не лечили, кто ее только не лечил, имеется ввиду традиционная медицина, не помогло, вдруг ей кто-то сказал, а вы берете ведро, раздеваетесь босиком, встали босиком на землю, облили себя из ведра, несколько, представляете, это мне рассказывает человек, непосредственно, которого, я верю, это не басня, это было, вот, и она ожила лицо, лицо ожило от этого, вот она вода, вот, теперь можно сказать, все, тему закончили, вот, да, у меня сейчас появился страх, что сердце остановится, я никого не хочу подводить, вот, я выбираю уже такие дни, когда точно вот сердце, давление померил, вроде бы сердце не болит, я привязываю себя за веревку, к берегу, всегда есть на что привязать себя, спокойно захожу в воду, сейчас это уже не часто, я просто, сидит во мне вот это, и вас также будут сидеть, тряхнуть стариной, и опять переживаю, все ли я сказал про эту воду, ну, это надо сказать, что биология, это совершенно тупая программа школы, абсолютно, тупая, дебильная, самое главное, не сказано, вот, это надо листать, показывать, чтобы вы, взрослые, взяли современный учебник, посмотрели моими глазами, и ужаснулись, ужаснулись, тысячи непереводимых, зачем, что же это вы создали за учебник, еще назвали его базовым, что же это такое, а вот рассказать про воду, так как я сейчас рассказал, откуда она взялась, как она лечит, именно лечит, что это часть нашей жизни, помните, я вам рассказывал, нет, это пусть будет следующая передача, длинными нельзя, я заметил, да, брат мне сказал, посмотри, Валера, брат мой, кто монтирует этот фильм, благодаря которому вы это, все смотрите, удивляет, тысячи фильмов, это бескорыстие, просиживание за компьютером, сутками, сутками, годами, вот, я тут, буквально вчера, нет, позавчера, я говорю, Юра, сделай бегущую строку, кто пожертвует 50 рублей, знаете, на монтаж фильмов, он говорит, ты что, там такие оскорбительные будут отзывы, типа, что захотели, полтинник, сейчас, ага, вот, прошло два дня, первые пять фильмов с бегущей строкой, а просьба пожертвовать 50 рублей, дорого нам обходится, и со здоровьем дорого, как бы я ни храбрился, вот, и со здоровьем, и с временем, сколько труда, укладываем в это дело, прошло два дня, ни одного оскорбительного отзыва, что я попросил 50 рублей, на мой телефон перевести, там бегущая строчка, и два человека прислали по 50 рублей, ой, нет, вру по 100 рублей, говорит, ну что, брат, два по 100, надо, мы с тобой, по 40 рублей заработали, поздравляю, вот, пока так, так что боятся, что, а просмотров там, если все пять фирм взять, ну, может быть, тысяча, может, две, два человека из тысячи, нормально, вот, то есть не надо бояться, что мы разбогатеем, вот, ну, и ни одного оскорбительного отзыва, комментария, вот, я не знаю, что дальше, дальше мне нужно продолжать рассказывать, есть собственный опыт, есть школьная программа, настолько дебильна, что я лично в ужасе, давайте подумаем, учитывая, что впереди, начинаются страшные испытания, к чему надо готовить детей, пусть самим, на уровне школьного учителя, директора, если такие найдутся, и папы, мужчины, на следующей, третьей серии.